Микс Ньюс Здравствуйте, это программа Разворот Анастасия Смоловская вновь в этой студии с вами сегодня и звукорежиссер Евгений Копейн как и утром также будет помогать в проведении этого эфира сегодня у нас в гостях глава службы неотложной медицинской помощи Леяна Цейпула Доброе утро, вот я уже уже все, заработалась только Добрый день Вы пришли к нам в форуме, мы уже чуть-чуть обсудили до эфира, тот кто смотрит трансляцию или потом на ютубе будет смотреть в эфирме для главы службы мы не привыкли, что полиции ходят еще в служебной одежде Мы тоже оперативная служба и я эту форму надеваю всегда когда учение у нас и поняла, что тогда, когда я репрезентирую мнение службы неотложной помощи, очень важно что я представитель всей команды неотложной помощи потому что форма, она мне очень помогает ну и свои обязанности намного больше я понимаю в тот момент, потому что я идентифицируюсь со своими сотрудниками и я член команды и это для меня важно, и я знаю, что им это тоже нравится Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 можете звонить и работу ватсапа тоже мы наладили, так что можете писать нам ватсапе 2-3-0-6-1-9-1 зачитаем ваше сообщение Вчера вы выступили с таким оповещением что недостаток работников в службе по-прежнему существует, но уже хорошо вы справляетесь со своими сложностями всеми, если там вспомнить год назад когда объявляли кризис и такая прям была очень громкая тема все обсуждали и пытались как-то прийти к пониманию как ее решить, на сегодняшний день вот эта кризисная ситуация уже миновала как сегодня работа происходит? Не совсем так, мы все время идем по такой, как говорится, грани того, что опять в каждый момент может возобновиться кризисная ситуация с нехваткой ресурсов например, очень трудная ситуация у нас была в начале лета когда многие сотрудники сдавали экзамены и брали отпуска, которые им причитаются по закону и было действительно очень трудно сбалансировать нехватку бригад и то, как много поступают звонков летом как раз, когда много травм и автоварий но все мы должны вместе понять что то, что сказала госконтроль о том, насколько плохо все в отрасли как такой что мы не можем ждать того, что даже если поднимется зарплата и даже это надо делать, потому что если это не будет делать этот кризис, будет еще глубже мы не можем дождаться настолько много медиков на службе чтобы их просто нет в Латвии и это надо всем осознавать потому что настолько их мало стало и это нас никак, ну, нашу работу мы должны делать несмотря на то, сколько у нас сейчас сотрудников и сколько их не хватает и с теми теми методами, которые мы внедрили в нашу работу и с большим лей-латбасту с поддержкой сотрудников которые участвуют в очень сейчас, ну, такая лоббильная у нас ситуация того, в какой бригаде будешь работать будешь вести машину будешь... это очень много всяких таких вызовов для них и они участвуют в этом, потому что они понимают что то, что у нас нет сотрудников, достаточно медиков никак не снимает с нас обязанность приехать на вызов и я очень благодарна всем, которые понимают это и я благодарна тем, которые... сотрудники, которые не очень это все одобряют потому что они действительно тоже думают о тех рисках и о всех, которые мы должны вести и работы очень много но на данный момент такой огневой кризис, он снят да, но мы продолжаем работать и для сотрудников это очень трудный период потому что очень много перемен очень много новых вещей, которые они делают ну вот об этом тоже сейчас поговорим полтора года назад, когда вы вступили в эту должность было очень много критики и вас так неоднозначно тогда приняли потому что вы пришли с реформами с таким, может быть, свежим взглядом сказали, что нам надо делать так это не популярно, надо уменьшить количество медиков на бригадах будут бригады, которые работают один день будут уменьшены количество круглосуточных увеличено количество дневных водители тоже должны обладать какими-то навыками то есть вы так достаточно жестко сказали что вот нам надо вот такие-такие-такие пункты хотите вы или нет, но эти решения принимать надо вот прошло полтора года вы уже с такой теплотой о своих сотрудниках отзываетесь значит, все прошло без каких-то бунтов и громких криков громкие крики, я думаю, что были бунты тоже небольшие были но я хочу сказать, что это не мои реформы как таковые это работа команды просто это очень популярные решения и эти решения, они повисали в воздухе уже очень давно потому что все понимали, что что-то надо делать просто не было, может быть, такой дроссмей смелости сказать, что все мы должны что-то делать и я тоже сначала, когда я начала работу очень так осторожно относилась потому что, знаете, когда приходит новый человек ему все кто-то что-то поучает один что-то говорит, второй нет, 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 это совсем не так и было очень трудно разобраться но кризис, который случился в прошлом году в конце года, он на очень многое подтолкнул и очень много открыл тех вещей, которые и сотрудникам сейчас начали были ну, они увидели это, да, потому что многие на свою работу больше смотрят через призму своей бригады своего индивидуального комфорта, может быть а здесь, ну, все так как поняли что это какая-то общая большая работа большая система, которая разваливается ее надо держать и поддержка сотрудников да, я сейчас с теплотой говорю но я тогда говорила с теплотой со всем о тех, которые одобряли это и я всегда говорила, что очень нужны оппозиционеры потому что они были те, которые мне говорили о рисках и на данный момент я очень хорошо осознаю риски я пробую их вести и смотреть, как с ними справляться но на данный момент я думаю, что ситуация довольно-таки стабильная в общем вот такая верхняя точка кризиса прошла что на сегодняшний день, какие планы, какие еще реформы предстоят в ближайшем будущем? ну, большой вызов будет в том как мы будем на следующие 2-3 года еще развивать те бригады которые, может быть, работают не в том составе в котором мы привыкли работать потому что в ближайшие 3 года еще 200 сотрудников уйдут из службы неотложной помощи потому что они уходят на пенсию которая из ДНС по выслуге и это очень большое число и когда мы смотрим на то, насколько много мы подготавливаем каждый год новых медиков новых работников неотложной помощи это нехватка углубиться и это очень ясно на данный момент то есть в ближайшем будущем нас ждет то, что автоводители, которые работают в регионах особенно у нас настолько небольшая зарплата по сравнению с отраслей транспорта что они, ну, тоже кто по старости уйдет на пенсию кто найдет лучшую работу то есть рисков еще очень много и поэтому мы должны думать о том как мы будем формировать эти бригады и если это произойдет через 3-4 года я сегодня должна делать прогноз чтобы знать, как тогда поступить и на данный момент очень ясно то что мы должны будем думать о бригадах на которых едут 2 человека но они оба должны быть медики они оба должны быть с какой-то подготовкой один может быть как бригады главные бригады то есть у него может быть одна компетенция второй может быть ассистирующий медик но он тоже должен быть с какими-то уже компетенциями и это работа, которая затрагивает уже не только саму службу неотложной помощи но и очень затрагивает подготовку вообще кадров для нашей службы это большая работа с колледжами с министерством с министерством изглой и образования и мы должны будем это решать решение есть, но они требуют работы и времени у нас очень мало поэтому это будет главный вызов как мы будем формировать такие бригады чтобы они были в составе двух медиков вы проводили уже какие-то консультации с тем же министерством образования с колледжами, уже были какие-то разговоры какие решения на сегодняшний день мы встречались с министерством здравоохранения потому что часть изглой и Тейбаса тоже все идет под министерством здравоохранения и только часть идет по другое министерство мы начали со своим министерством и мы встречались с колледжами также была встреча с ассоциацией неотложной медицины в Латвии Сармита Виллера тоже была на службе неотложной помощи и с ней были консультации как может дальше развиваться подготавливание помощников врачей для неотложной помощи и как мы можем тоже включить в образование вождение автомобиля потому что у нас на данный момент тоже надо сказать это нигде не подготавливается это сама служба неотложной помощи ищет курсы, делает закупки на то, чтобы подготавливать для себя автоводителей что тоже неправильно потому что это должно происходить в другом месте это изглой, это образование то есть все эти вещи когда мы сложим вместе это много участников процесса но я смотрю сейчас с большим доверием в том, что моя команда справится с этим и у нас очень хороший садер-бэйбис-партнер партнеры по сотрудничеству о резидентах сейчас много говорим в этой студии с господином Ражексом мы какое-то время назад говорили он так рассказал изнутри о ситуации, что у нас очень много резидентов работает в больницах и они работают на правах уже врачей потому что просто врачей нет они там, например, уходят в отпуск резидент остается для резидента это замечательный опыт и он уже выходит таким готовым после резидентуры опытным медиком но не всегда это возможно хорошо для пациентов и вообще это не очень здоровая ситуация наверное что с резидентами у вас? как это происходит? насколько вы их используете в этом процессе во всем? во-первых, хочу сказать что немножко неправда в том что это не такая хорошая практика это достаточно хорошая практика потому что во многих странах мира в приемных покоях и на первых линиях работают как раз резиденты как раз те новые врачи которые должны получать ну переди опыт в той работе и это самые лучшие места то есть и неотложная помощь и приемные покои конечно плохо если резидент должен уже заниматься такими, ну, закомплексованными ситуациями которые, может быть, тоже где-то но я не могу делать комментарий о больницах но то, что касается приемного покоя то, что касается неотложной помощи они действительно составляют часть нашей работы работают у нас и непременно учатся но они все врачи которые сдали экзамен то есть у них есть ГРАЦ это ГРАЦ врача и они могут работать на службе неотложной помощи они могут работать только после того вести бригаду как они доказали свои компетенции то есть они должны доказать свой опыт уже они работают до этого как вторые персоны на бригаде и они еще сдают экзамен специальный который, ну, мы видим что он может вести линейную бригаду и только после этого каждый год это специально этим летом тоже это было порядка, мне кажется 40 человек которые сдавали такой экзамен и могут работать сейчас и вести бригаду те резиденты которые у нас работают уже 2-3-4 года такие тоже бывают они уже могут работать на высшей бригаде потому что у них уже опыт и компетенция еще выше тех которые работают на простых линейных бригадах то есть резиденты это обязательно часть того что мы видим потом хороших врачей которые потом уже продолжают работу как специалисты хуже всего ситуация в том если где-то в больнице уже, не знаю гинекологии или еще работает резидент как уже ведет пациентов и если трудности с врачами то он уже получает такие может быть ситуации в которых он еще некомпетентен но то что приемный покой и мы это практика всего мира в принципе а по поводу резидентов которые ну мы знаем что студентов у нас очень много иностранных в том числе именно на медицину к нам приезжают учиться и они заставляют может быть покрывать как раз вот эти бюджетные места да тот кто готов платить а вот эти резиденты они у вас тоже есть иностранные которые возможно не владеют латышским языком русским языком нет у нас мы можем состоять дорбата и цейбаз только с теми которые владеют государственным языком но бывают врачи я знаю которые достаточно хорошо владеют этим языком это не всегда иностранный студент такой который не владеет это очень по разному происходит но конечно он у нас может работать только если у него он знает государственный язык 672 12 93 9 672 13 93 9 телефон на прямого эфира можете звонить нам и задавать свои вопросы если такие у вас есть по поводу бригад которые не в Риге да мы тоже нельзя концентрироваться и забывать что да возможно там те же резиденты которые здесь концентрируются заканчивают университеты здесь да первую ступень и конечно они наверное хотят в Ригу как часто вам приходится людей вот так вот перемещать занимаетесь ли вы этим направляете ли вы например там даже хотя бы там по регионам не знаю из даугов полсоврезок ну как-то вот оперативная работа всегда может быть такая что человека может послать в то место где это необходимо это часть оперативной работы и мы это делаем в той ситуации если в течение дежурства например есть какое-то происшествие которое требует больше ресурсов ну например когда было это со страданиями случилось в больнице у нас с Витзимского региона направились три бригады в Ригу чтобы ну так помогать Рижске и вызовы принимать то есть это нормальная оперативная работа вторая вещь это конечно касается планирования уже бригад потому что если например действительно тоже в Риге были проблемы когда были эти экзамены сдавались в начале лета мы уже планировали что можно было приехать из региона и работать в Риге и это использовали довольно таки много из регионов потому что это не только возможность еще дополнительное дежурство взять это еще и опыт который действительно в Риге намного больше чем может быть в регионе потому что здесь намного больше этих вызовов и намного больше всяких ситуаций в которые может оказаться медик это очень хорошая школа резидентов мы не распределяем так специально для нас они такие же сотрудники как и все остальные но конечно их концентрация в Риге намного больше как раз потому что здесь происходят их занятия в их учреждениях где они учатся и то что здесь больше всего можно набраться опыта специально мы их не распределяем нам надо прерваться на новости рекламы мы вернемся буквально через пару минут и продолжим разговор глава службы неотложной медицинской помощи Алаяна Ципова у нас сегодня в студии начнем с звонка уже слушатель какое-то время пытается дозвониться надевайте наушники здравствуйте алло здравствуйте добрый день добрый день вас беспокоит Наталья Нечаева я хотела бы выразить огромную огромную благодарность бригадам скорой помощи которые спасли мужа моего Владимира Нечаева 6 на 7 февраля этого года прошло полгода и я все время нашел такую в сердце благодарность невысказанную а у него был обширный инфаркт с установкой сердца было две скорой помощи ночью они спасли и я хотела отблагодарить буквально через неделю звонила на вашу станцию но мне обещали что найдут эти две бригады и поименно мне скажут я хотела написать письмо в интернете в Делфе поблагодарить всех поименно но мне не отзвонили не сказали имена этих бригад поэтому вот сейчас хочу озвучить свою благодарность вам тем кто служит скорой помощи в бригадах ну слов нету сердце сердце так сучит говорю и слезы в горле благодарна 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 вся наша семья спасибо всего вам доброго спасибо спасибо ну вот такие теплые слова 672 12 93 9 672 13 93 9 звоните задавайте свои вопросы глава службы неотложной медицинской помощи сегодня у нас в студии перерывем новости рекламы затронули тему эвакуации больницы страдания такой беспрецедентный случай был как вы его пережили насколько готовы были и что теперь с этим опытом делать во первых я хочу отблагодарить своих сотрудников которые участвовали в этом всем и отблагодарить всех которые были готовы участвовать потому что у нас была очень высокая готовность службы неотложной помощи мы обзвонили своих сотрудников мы не знали насколько все будет обширно и отозвались сразу 130 человек которые были готовы выйти в свой выходной и участвовать в этой ситуации это очень хороший показатель того насколько мы были готовы не всем им надо было потому что ситуация достаточно быстро стала уже резки все снялись и полиция разрешила вернуться в больницу конечно это очень поучительный урок для всех не только для службы неотложной помощи которая надо было думать как эвакуировать больных и страдания это очень тяжелая ситуация потому что там находятся тяжелейшие больные Латвии на данный момент тоже каждый день очень много людей находится в интенсивной терапии и конечно второе это для самой больницы будет очень много таких может быть выводов которые они смогут сделать с этой ситуацией ну и конечно очень много выводов будет вообще всем оперативным службам это полиции это пожарные службы потому что такой ситуации похожей на такой не было в Европе даже мы не могли найти прецедентов чтобы посмотреть как они там справлялись это была действительно очень тяжелая ситуация и но она показала еще одну вещь что мы ну во всяком случае достаточно готовы даже к таким ситуациям даже к таким трудным ситуациям потому что в общем это оперативные службы все решили за считанные часы и я думаю что это очень хороший сигнал для общества для нас как раз мы видели очень много своих может быть вещей которые мы должны еще улучшить и изменить но я очень горжусь всей работой которая проводилась в то время и может быть действительно для пациентов и жителей что-то казалось может быть не так может быть какой-то хаос небольшой который присутствует всегда при таких ситуациях но если посмотреть назад это мы решили достаточно общей работой быстро и это хороший показатель нашей оперативности в общем а про пациентов что вы можете сказать насколько они были отзывчивы готовы вообще понимали что происходит было очень по-разному потому что действительно тогда когда очень ясно был взрыв например или пожар на больнице или что-то произошло электричество кончилось это очень такие вещи которые видны в этом случае пациенты конечно чувствовали я думаю себя не очень хорошо потому что они не до конца все понимали особенно тяжелым пациентам было может быть даже трудно понять куда их ведут почему и что теперь с ними будет это какой-то стресс обязательно но мне нравится то что во-первых мы справились с тем что все пациенты или были отправлены в тех больницах которые предоставились при эвакуации или перемещены потому что никаких таких больших эксцессов пациентами не было и ну только то что это был достаточно большой страсть для них надевайте наушники приемлем еще один звонок здравствуйте здравствуйте знаете у меня был случай вызвали мне скорую со спиной там прихватила приехала бригада молодые две девочки одна старшая сказала прямо села ногу на ногу это это нашу креветки мама спала Ир а тут медицинские показатели с округлого возмущения что же вы не можете расспросить даже это наверное нашу креветки и все представляете потом супруга жалобу куда-то она там звонила вроде там извинялись и все ну как можно таких людей допускать спасибо да ну это достаточно такая тема сейчас трудная потому что очень много молодых людей действительно не знают латышский английский но не знают русский язык это проблема но у нас нет у нас службы такой специальной указа указа о том что они или должны только говорить на одном языке или должны знать русский язык такого нет все те которые знают русский язык используют этот язык очень много русских работают на неотложной помощи но могут быть ситуации когда ну например такой уже разговор для какого-то из наших сотрудников может быть ну трудный это надо понимать может быть если есть какие-то проблемы можно прислать другую бригаду в которой работает человек который знает мы такую практику у нас идет и по иностранным потому что английский тоже не все знают и тогда если надо пациента расспрашивать если ситуация это просит то мы отсылаем бригаду которая знает английский язык но еще надо понимать что в неотложных ситуациях чаще всего человек вообще не может ничего сказать то есть очень важно то как медик оценивает общую ситуацию как он может работать и оказывать помощь поэтому это такие вещи коммуникации но нет у нас никакого указа насчет того как должен говорить человек на вызове вы ранее сказали что порядка 200 людей может уйти потому что пенсия и прочее как вы думаете но мы и знаем не секрет что старшее поколение оно все-таки лучше знает русский язык например для них это не является проблемой и вот придет новое поколение как вы ваши мысли по этому поводу уменьшится ли их знание и насколько легче сложнее будет работать это реальность с которой сталкиваются я думаю довольно таки многие не только в медицине и в других отраслях что новое поколение не настолько хорошо знает русский язык я думаю если это проблема ну сейчас я вот работаю уже больше года полтора года это первая ситуация где идет вообще речь о том что были проблемы с языком так что я думаю если это будут большие проблемы уже будут искаться какие-то решения насчет этого но до этого наши сотрудники очень хорошо владеют латышским языком есть такие которые очень хорошо владеют русским языком есть такие которые английским языком и другими языками ну мы должны каждый раз решать уже по ходу поступления такой проблемы может быть будут эти проблемы еще больше но я хочу сказать что и русскоязычные молодые люди очень хорошо владеют латышским языком это мое собственное мнение и еще странно что может быть ситуация когда они могут общаться с нашей бригадой может быть на английском оба ну то есть общий язык они найдут я действительно думаю что уходят не только поколение старых медиков но и старое поколение пациентов так что на это надо смотреть может быть с этой точки зрения сегодня тоже появилась новость что в этом году с ростом зарплат работников службы неотложной медицинской помощи с 1 сентября будет увеличена и плата за услуги службы неотложной медицинской помощи поясните для слушателей насколько надо переживать или не переживать для всех которые переживают насчет этой платы хочу сказать и уверить что наша неотложная помощь которую мы оказываем она бесплатная для всех но служба неотложной помощи оказывает платные услуги причем они очень разного характера это дежурство на специальных мероприятиях это может быть репатриация пациентов это может быть медицинские услуги зарубежным пациентам и как раз те медицинские услуги когда вызывается бригада и бригада вызывается как платная услуга это небольшая часть нашей работы но такие платные услуги мы оказываем и так как в прошлом году был прирост зарплат то за те часы которые человек работает например был Рамштейн Ширенс мы там всюду работали и оказывали помощь там было дежурство и это никак не погасается от тех деньгах которые у нас от государства на оказывание неотложной помощи это всегда финансируется от этих платных услугах и мы должны заплатить за те часы медикам такую же сумму как они получают если они работают на бригаде линейной как минимум такую же и есть либо ситуация когда мы не сможем это сделать из тех платных услуг которые нам оплачиваются то есть медики просто скажут ну мы не будем дежурить на вот этом концерте но это очень важно потому что дро шейба безопасность слушателей на таких массовых мероприятиях это очень важно и поэтому платные услуги мы будем оказывать и мы должны всегда смотреть что если есть затраты больше того как мы получаем за платные услуги мы должны их поднимать давайте наушники примем еще один звонок добрый день сделайте приемник ничего хорошего не могу сказать про вашу службу случаев очень много вот расскажу сделайте радио потише пожалуйста мы вас очень плохо слышим у вас эхо выключил продолжайте ничего хорошего не могу сказать про вашу службу все случаи не буду рассказывать самые выключающие лет 6 или 7 назад у друга инсульт случился ну это я сейчас уже подкован конечно в то время не очень понимали перекосило лицо тошнило и плохо разговаривал это было на выходные в пятницу одна девочка приехала сказала что защемление спинного нерва давайте до понедельника в субботу ему опять стало хуже вторая тоже девочка приехала и точно так же сказала что защемление нерва в понедельник мы его сами уже отвезли в больницу конечно же инсульт и уже третий инсульт в этом году так что вот спасибо нашей скорой помощи человек инвалид еле ходит только по квартире и еще вот я хотел тогда этим заняться как-то рутина по прошествии стольких лет документы разохранились я думаю что можно за суд подать наверное спасибо за вашу историю во первых конечно можно искать документы и обратиться в суд и хочу сказать нет в суд нет срока давности но я хочу сказать что ошибки в медицине они всегда имеются и их всегда надо анализировать но я хочу сказать что в прошлом году проценты плохих ситуаций на тот объем вызовов которые мы оказываем это совсем мизерабельно если мы смотрим сколько у нас было инспекции заявок то если мы говорим что полмиллиона примерно вызовов и это считанные до 20 где-то вообще ситуации в которых еще входят те которые были просто не так коммуникация может проходила или как я считаю что это очень хорошие показатели и бессмысленно говорить о том что каждый может ошибиться конечно для каждого пациента это всегда очень трудно но без этого медицины бы не было возможно потому что действительно ошибки надо потом анализировать и исправлять и стараться чтобы их больше не было но их стопроцентно снять это невозможно по поводу кризисной ситуации в Дагу в Пилской больнице тоже хотелось бы поговорить там приостановили все операции плановые которые были до 1 сентября так как не хватает специалистов кто-то в отпуске кто-то ну просто вакантное место уже на протяжении долгого времени как служба неотложной медицинской помощи задействована в этом вы перевозите вот если такие ситуации происходят и человеку что-то надо на данный на данный момент нас это никак не затрагивает потому что как раз чтобы мы могли оказать неотложную помощь в Дагу снизили плановые операции то есть на неотложную помощь это не отражается но конечно бывают ситуации в каждой больнице может такая быть что ресурсов каким-то образом не хватает в любой больнице это может происходить в таких случаях есть два варианта которые мы выбираем на оперативной работе или этот пациент мы отправляем его в Ригу транспортируем или можно при PSI стоит у нас приобщить такую специальную структуру вены ибунасов в которой входят консультации лучших врачей Латвии 24 часа в 7 дней в неделю когда может тот врач который в любой региональной больнице не справляется с ситуацией оказываем им консультацию они могут переправить все снимки компьютеры резонансные чтобы могли сделать выводы и тогда тоже или врач может консультировать или даже мы его ввезем с Риги если надо в Дауглпилс потому что всегда принимается решение в том можно ли невозможно транспортировать пациента данного это происходит каждый день такие ситуации мы всегда ну как говорится даем все возможные отбалсты которые у нас есть то есть и в Дауглпилс на данный момент на неотложную помощь это не повлияло их решение но если там будут какие-то проблемы и такие я говорю может быть всем мы будем оказывать им все возможные помощи хотелось бы затронуть еще вопрос реформы самоуправлений это вот план министерства и в частности министра регионального развития Юриса Пуц изначально планировалось что до 35 самоуправлений вчера он заявил что все-таки до 36 после консультации как это отразится на работе службы неотложной медицинской помощи вас ведь тоже затронет наверняка вообще если говорить нас напрямую это никак не отразится на нашу работу потому что нас совершенно не интересует какие самоуправления где рубежа самоуправлений у нас распределяются вызовы только по одному ближайшая бригада ближайшая соответствующая бригада но то что может повлиять конечно если в эту реформу будут входить реформы насчет например больниц или семейных врачей или еще каких-то может быть организованных вопросов как будет идти амбулаторные например какие-то вещи я не интересовалась очень много этим до этого потому что это действительно на данный момент нас не затрагивает мы будем находиться там где мы по оперативной ситуации должны находиться и никаких изменений эта реформа на нас не оставит пока не планирует не будет надевайте наушники примем еще один звонок добрый день добрый день Александр здравствуйте скажите пожалуйста вот я слушаю экономистов в частности вот Евгения Зайцева она говорит что денег вполне достаточно выделяется и на ваши службы и на медицину на медицину но тратятся они неэффективно вот например для вашей службы скажите конкретно какой процент тратится для руководящего состава и какой процент непосредственно работника спасибо спасибо во первых хочу сказать что в общем 88% нашего бюджета идет на зарплаты работникам которые работают у нас один из самых небольших административных аппаратов вообще в Латвии на то насколько большие много сотрудников у нас находятся можете в цепках назвать на данный момент в администрировании в Адыбе с центра работают 68 человек а у нас в общем работают 3200 сотрудников то есть эти 68 человек это все персоналы в Адыбе грамот в Адыбе коммуникация в Адыбе с центром квалификации с Адыбе квалитат с Адыбе автозакупки юристы но на 3200 человек это 60 с чем-то человек у нас все спрашивают как мы справляемся потому что когда мы говорим например с полицией или с пожарниками у них совершенно другие ресурсы идут затраты на Адыбе например коммуникация у нас 4 человека у них 18 то есть служба неотложной помощи может гордиться тем что у нас очень небольшие растраты на администрацию нашей службы но при этом порядок какой-то царит мне кажется есть над чем задуматься примем еще один звонок наверное уже последний на сегодня успеем перезвоните есть у вас еще минутка 672 12 93 9 672 13 93 9 здравствуйте очень коротко попрошу задать вопрос добрый день очень коротко случился такой случай упал в магазине Максима по их вине явно там зацепился за оставленную конструкцию приехала скорая помощь и вот у меня такой вопрос должна ли или может ли скорая помощь составить какой-то акт потому что там явно было видно что по вине магазина и на скорая помощь сказала мы этим не занимаемся и отказались спасибо нет скорая помощь не выдает такие акты но когда нас вызывают на или где произошло на рабочем месте что-то или в сабейдерской авиации то через полицию эти данные спрашиваются потому что там отмечается все то что где был вызов что случилось и что от этого места вот человек был транспортирован и через полицию эти все данные можно получить и можно потом идти в суд или как это там дальше но мы сами на месте не видаваем ничего это правда по запросу вот совсем мало времени у нас остается травма затронул наш радиослушатель лето подходит к концу уже можно сказать по погоде так точно уже ощущение осени насколько это лето есть традиционно летние травмы да это дети на батутах это позвоночники сломаны достаточно можно сказать что вызовы были больше на такие случаи по сравнению с прошлым годом потому что даже не могу сказать почему но общий счет вызовов то есть этим летом больше чем прошлым летом хотя в среднем вызовы спали и новый учебный год приближается ожидаете ли вы каких-то не знаю первое сентября отмечают школьники старшеклассники отмечают активно и бывает там с алкоголем и с прочим чего вы ожидаете мы очень стараемся говорить с обществом во всех социальных сетях и информировать о всех рисках которые прирастают так же как приходит лето мы говорим о жаре и травмах так приходит первое сентября потом зима мы говорим о тех вещах которые характеризуются и очень надеемся что у нас услышат и травм будет меньше и проблем будет меньше потому что действительно травмы детей как раз в Латвии выделяются на всей статистике и это меня всегда интересовало почему потому что мне кажется что у нас родители достаточно ответственные и общество но то что каждый день у нас 2-3 ребенка попадают в больницу того что горячее кофе на себя вылили это я не могу понять почему каждый день это я слушаю каждое утро конференция и без этого вообще ни одна не проходит ни день то есть наверное все таки должны должны говорить информировать и мы просто чтобы кто-то прислушивался к этой информации потому что когда уже это несчастье произошло это уже повернуть назад невозможно спасибо руководитель службы неотложной медицинской помощи Леяна Ципова была у нас в студии программу провела Анастасия Смоловская помогал звукорежиссер Евгений Копин спасибо вам наши слушатели за участие всего хорошего